Довольно часто покупатели недвижимости не устраивают параметры жилья. Слишком узкий коридор, маленькая кухня, нет места для хранения вещей. Самое простое решение этой проблемы – перепланировка. О том, как это сделать в Турции, а также полезные советы по ремонту – в нашем новом ролике. Перепланировка квартир в Турции, как и в других странах, связана с нормами законодательства и согласованием с кадастровым управлением или застройщиком. Нельзя, исходя из собственного желания, просто так смещать дверные проемы и окна, сносить несущие стены, демонтировать вентиляционные и канализационные магистрали. Выполнение таких работ без официального разрешения влечет очень серьезные штрафы. Какие работы можно проводить без согласования? Оно не потребуется, если не нарушается целостность несущих конструкций, не создается дополнительная нагрузка на несущие стены, колонны, Не затрагивается общая канализационная вентиляционная система. Расширение жилой площади не затрагивает чердачные помещения. Изменение площади санузлов в кухне не влияет на площадь жилых комнат. Изменения не касаются наружной отделки строения. Впрочем, даже такие изменения часто можно утрясти застройщиком без особых дополнительных затрат, если речь идет о стадии строительства. Турецкие власти не вмешиваются в перепланировку недвижимости, находящейся на этой стадии. Если же речь идет о сданном в эксплуатацию строений, то существенные изменения, конечно, потребуются в голосовании и, как следствие, ощутимых затрат. А теперь советы, которым лучше прислушаться, если вам предстоит ремонт в ваших турецких апартаментах. Не стоит ждать мастеров назначенное время и сердиться из-за опозданий. Сразу прибавьте полчаса-час, ведь если вовремя прийти не удалось, значит так было угодно Всевышнему. Если мастер работает у вас весь день, его принято кормить дважды, иначе обидится. А голодный обиженный работник – это серьезно. Кстати, если уж следовать местным традициям, то пришедшему ремонтнику лучше сначала предложить кофе или чай, а уже потом загружать работой. Стройматериалы продаются не только в магазинах. В каждом турецком городе есть район строительного рынка, где все для ремонта можно купить по очень низким ценам. Не стоит диктовать турецкому мастеру, как ему выполнять задачу, а уж неуважительно комментировать его работу категорически противопоказано. Турки – народ ранимый, конструктивную критику лучше подавать осторожно. Есть собственный опыт обращения к мастерам или ремонтникам в Турции? Поделись в комментариях. И, конечно, оплачивать работу следует только после ее завершения, когда результат проверен и соответствует договоренностям. Вначале выдается лишь небольшой аванс. Узнавай свежие новости о Турции в нашем телеграм-канале. Тюрк Эстейт. Осуществи свою мечту. Живи у моря уже сейчас.